Крым встречает международный джазовый фестиваль. Девиз – музыка пяти континентов. Главная площадка расположена на Коктебельском пляже под открытым небом. Еще одна сцена в саду-домо-музее Волошина. Там лекции. Елена Корнющенкова о том, кого объединила музыка в этом году. Коктебель зажигает побережье Черного моря. На целых три дня превратилась в столицу джаза. Волшебная музыка стирает границы. В Крым приехали джазмены со всего мира. Более сотни артистов из Европы, Америки, Азии и Австралии будут играть сразу на двух сценах. Нравится обстановка, нравится люди, нравится, ну, не знаю, все так приятно, красиво, мирно. Участники говорят, джаз пяти континентов это музыка и хорошее настроение. Никакой политики, хотя не все так считают. Накануне в Министерстве культуры Украины участникам открыто намекнули, попробуйте приехать и фестиваль вам аукнется. Они писали, что они очень хотят приехать, но, к сожалению, на них оказывается очень большое давление. Им отменяют концерты и, в общем, они слышат свой адрес угрозы. На старте в 2003-м здесь было всего несколько палаток и десятки фанатов. Никто и подумать не мог, во что все перерастет. Андрей Довидзян, Игорь Бутман, Энвера Измайлов, Ада Дайер и Лариса Долина. Впервые на фестивале звучит блюз. Английский гитарист Уилл Джонс представит песни своего нового альбома. В нашей программе звучат мои собственные песни и некоторые из тех, которые широко известны и подходят к формату сегодняшнего мероприятия. В эти дни в Коктебель едут музыканты и уличные художники из самых разных уголков. Вот, к примеру, парень с необычным именем Инди добрался автостопом из Кургана. Этот инструмент именно для джаза тоже, конечно. Это джамбей, африканский, аналог африканского. Несмотря на сжатые сроки, фестиваль идет три дня, программа будет максимально насыщена. Шедевры мирового джаза великих Джорджа Гершвина, Луи Армстронга, Дюка Эллинтона будут звучать в режиме нон-стоп. Так что название полностью себя оправдывает. Зрители могут насладиться лучшими композициями джаза со всех континентов. КОНТИНЕНТОВ